Девушки отдыхают 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 году мы как протянули руку мира так и продолжаем это делать сейчас и несмотря на то что за эти годы армения не выполнила своих обязательств то есть на словах поддерживая опять же мирный процесс они всячески поддерживали сепаратистский режим карабахи финансируя его но опять же на столом переговоров показывали совершенно другую игру азербайджан поставил так скажем точку в этом вопросе и сегодня нет не сепаратического сепаратистского режима карабахи полностью восстановлен суверенитет азербайджана и все наши планы и инициативы осуществляются и будут осуществляться и впредь что касается мирного процесса то мы опять же смотрим как наблюдаем за как армянская сторона делает шаг вперед делай два назад но в общей сложности определенные опять же шаги вперед наблюдаются как ни странно вы движет мы движемся вперед как бы это странно не звучало поскольку недавно симонян сделал заявление о том что мир спикер парламента сделал заявление о том что мирное соглашение может быть подписано в течение двух недель 15 дней точнее но вслед за этим мерзаян делает абсолютно другие заявления в скопье выступает и обменяет азербайджан на солидических чистках то есть мы опять же видим тут такую игру с одной стороны позитив с другой стороны негатив но то что говорится о мирном соглашении о том что возможно его подписание опять же вот на встрече комиссии по делимитации я думаю же это же в принципе вопрос достаточно долгий если мы говорим о делимитации да это как одна из составляющих этого процесса то есть это достаточно долгий процесс который за одну встречу не решится за как будто одним документом этот вопрос не решить есть опыт других стран с кем мы долги этот процесс проходили и с некоторыми из них проходим сейчас не будучи в состоянии войны не имея никаких конфликтов имея нормальные отношения то есть тут есть много аспектов и даже после подписания этого мирного соглашения будут много вопросов которые еще будут обсуждаться впоследствии то есть одним документом это не ограничится этот вопрос насколько это реалистично осуществить до конца года сказать трудно поскольку ну чудеса струсть случаются но в то же время мы на протяжении долгого времени опять же четко вырисовывая свою позицию и наши условия которые азербайджан предлагает они никак не наносит ущерб армянской стороне почему этот вопрос затягивался то есть армянская сторона постоянно пытается какими-то так скажем какие-то причины привести какие-то доводы для того что вот в этом случае вот сейчас вот эта проблема существует вот если ее решить то все нормально свое время это было статус карабахских армян то есть как служится их судьба все значит армянское сообщество ратовала за это и все международные организации об этом говорили то есть сейчас карабахи армян практически не осталось хотя они по собственной воле его покинули и несмотря на все заявления азербайджанской стороны о том что мы готовы принять их как граждан азербайджана и обеспечить полностью их безопасность то есть этот вопрос уже не стоит как какой-то так скажем преграда для подписания соглашения сейчас вот опять же различные вопросы муссируются сегодня опять же обвиняется азербайджан все еще обвиняется в этнических чистках но вопрос в том что как долго этот процесс будет проходить поскольку уже и мировое сообщество несколько подустало от вот постоянно как фокусники вот вытаскивают определенные какие-то до фокусы из рукава то есть здесь когда-то это все закончится я думаю что закончится в ближайшем будущем поскольку уже аргументов для того чтобы оттянуть этот процесс в армении фактически не остается и если свое время вы говорите о том что 70 дней не застенчиво так они 70 а сейчас они думали но мы прекрасно знаем что армянская сторона никогда не была независима в своих решениях самостоятельно решения не принимала то есть опять видимо было ожидание от своих покровителей какие рекомендации будут какие инструкции будут и так далее но ситуация самой армении сейчас несколько непонятная поскольку так полностью отойдя от одного своего союзника перейдя находясь в поисках других и сегодня трансформации трансформации период так скажем смены коней на переправе но этот процесс тоже не завершён сказать что кто-то конкретно будет указывать армении как и что делать и вопрос сегодня когда говорится о мирном соглашении то есть здесь не есть необходимо армянская сторона выдвигает необходимость посреднического института то есть кто-то посредником должен участвовать в этом процессе для нас это неприемлемо поскольку на протяжении всего этого времени мы по ним мы видели и понимаем насколько это абсолютно не нужная и неэффективная так скажем подход к вопросу поскольку именно двусторонние встречи двусторонние переговоры наиболее эффективны и дают определенных результатов и если говорить о посредничестве то для армении это своего рода так скажем гарантии на будущее потому что опять же полностью не определившись ситуации полностью невозможно предугадать все ходы на будущее я думаю что свои игры армении будет продолжать играть и сегодня необходимо в армении необходимо заручиться определенными так скажем лазейками во всех этих перед во всем этом переговорном процессе и видимо самостоятельно они эти лазейки придумывать не могут вот и ждут от своих покровителей а что касается если мы 70 дней ждали почему бы не подождать две недельки то есть я думаю что ничего страшного в этом нет ну да это это и удивляет я бы слышали то что сенчханом сказала вот там была фраза что одним документом все не решится на самом деле да там пласт вопросов у нас никаких десятилетий никаких вообще отношений с армии не было а мы соседи у нас такая протяженная граница и так далее надо будет все это как-то решать но с чего-то мы должны начать с чего-то мы нажали я хотел бы узнать ваше мнение каково ваше вот того что вы слышите заявление да у вас создается еще не приближающегося мира скажу в самом начале что вот то что сказал синишка но я полностью согласен но то что касается вот позиции армении что вот до сих пор уже прошло три года полностью никаких значит скажем шагов о направлении подписания мира со стороны армении не было сделано хотя после окончания войны мы предложили пять принципов вот на основании этих принципов подписать мирное соглашение но историческое как сайт опыт то есть история нам подсказывает что с армении значит договориться путь практически это невозможно потому что они сами это знают все нормально так как мы и изучаем все вопросы то что произошло на южном кавказе еще восемнадцатом году когда было означать принято решение об уступке и рована кармяна и это решение тоже было незаконно то есть никакого референдума среди азербайджанского населения не было проведено и после того как они получили этот город еще плюс 9000 квадрат километров они совершили преступления они это прекрасно знают что это образование на территории южного кавказа не июля значит незаконное юридическое образование и подписать документы вот как сказал значит сен шаном после этого будет другие вопросы а как бы они будут реагировать на эти вопросы например возьмем вопрос контрибуции то что совершено за все это надо будет отвечать армия армия в состоянии ответить нас извините на все эти вопросы я думаю что они это прекрасно знают и другой стороны она как страна никогда не было самостоятельно никогда да да она некой трансформации доходится хорошо заметила дело в том что теперь раньше была россия до это было советский союз а теперь уже и понять я не до появилась франция хотя историю взаимоотношения французов с армянами мне прекрасно известно но другой стороны а что даст франция армии будет гарантировать ее безопасность после таких значит преступлений которые они совершили в отношении к азербайджанскому народу не думаю поэтому они в своих решениях не самостоятельно поэтому говорит о том что в течение этого сюда конца года будет подписан мирный договор это мы скорее нет кого не нет 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 дело в том что те принципы вот пять принципов которые выдвинул азербайджан они все эти пять принципов принимать или нет я думаю словах они не про на словах ну что же вот они категорически нет я вам приведу пример значит за восемнадцатом году 4 июня был подписан между османской турцией и арменией секретный договор 17 страниц там чистая статья в чистой статьи есть четыре пункта как армяне берут на себя обязательства по значит охране прав сработица мусульманского населения которые должны были жить на территории так называемой дашнавской армении ни одна обязательства не было выполнено все то что даже просто после того как они получили эту территорию было уничтожено 199 значит селения только и ливанской губернии и было уничтожено 132 тысячи человек вот взяли обязательства не выполнили и поэтому когда двадцатом году турецкая армия им сломала хребет тогда они сами признали качественно сам признаю что да турция нам сломала хребет то есть вы считаете подписание это одно проблема а исполнение это будет другое я даже скажем так подпишем мы мирное соглашение положено положено они это будет выполнять будет спрашивать мнение то есть у французов нам это сделать или нет или у американца будет спрашивать да я эти моменты хорошо знаю поэтому так говорю я не уверен я не уверен дело в том что сама армения она еще раз повторяю это что получила восемнадцатом году то что советский союз подарил я говорю словами нашего глубоко уважаемого президента подарил из западной зенгизорами и значит другие территории общей сложности получилось 29 и 80 тысяч квадрат километров эта земля принадлежит азербайджанскому народу они это прекрасно знают и поэтому за все надо будет отвечать вот так ясно ясно ваша позиция сегодня министерство обороны это вот продолжение того куда мы двигаемся мы двигаемся к миру или нет министерство обороны армении распространила информацию где у их военнослужащие по их данным получилось смертельное огнестрельное ранение и погиб ну по обыкновение армянская сторона обвиняет в этом азербайджан это проходило это произошло как они говорят вдоль вот той самой условной государственной границы между арменией азербайджаном была реакция министерства обороны азербайджана на это сегодня же они сказали что информация не соответствует действительностью является полной ложь с учетом того что но опять же мы но последняя отчасти три года находимся в этой состоянии но с условием с учетом того как много таких надежд со стороны мы видим да по поводу мира между нами и армении возможного мира да зачем именно сейчас на ваш взгляд министерство обороны армении понадобилась вот эта ложь о том что их военнослужащие якобы погиб в результате обстрела с азербайджанской стороны ну как раз самое время да потому что переговорный процесс идет и вроде бы такие позитивные есть отзывы об этом процессе то есть надо же как-то подпортить ситуацию и обвинить азербайджан чем-то это принципе нормальная традиционная ситуация когда принципе идет какое-то развитие событий позитивном ключе обязательно что-то происходит и сейчас самое смешное в том что армянская сторона обвиняет азербайджан бойкотирование мирных переговоров то есть вот все что вообще смехотворное заявление армянской стороны обвинение армянской стороны на протяжении вот последних нескольких месяцев сначала они обвиняли азербайджан в этнических чистках в том что армянское население карабах изгоняется то есть все что они сами на протяжении 30 лет делали против азербайджанского народа сейчас они это эти же факты представляют в этих в этих вопросах обвиняет азербайджан и обвиняет Это на уровне международных организаций, то есть какая-то истерия по всему миру происходит. И сейчас вот этот случай с военнослужащим, когда опять же обвиняется Азербайджан в том, что мы противодействуем мирному процессу, это провокация со стороны Азербайджана. Наверное, Азербайджан, как никто другой, заинтересован именно в скорейшем подписании мирного соглашения. И мы на протяжении всех этих лет опять же делали все возможное, чтобы доказать это и чтобы добиться этого. И опять же, будучи страной-победителем, несмотря на все эти события, которые происходили на протяжении 30 лет, мы протянули руку мира. И сегодня это действительно очень несерьезное и настолько искусственное обвинение в адрес Азербайджана, что говорит о том, что не совсем искренне, опять же, армянская сторона в своих заявлениях, в своих, опять же, тех предложениях, которые они посылают Азербайджану. То есть послали, послали, мы можем рассмотреть, что-то с чем-то согласится, с чем-то не согласится, но не факт, что Армения завтра с этим согласится, раз такие обвинения, раз такие ситуации происходят. Это, на самом деле, и удивляет. Это, в принципе, было всегда, и это, опять же, происходит. Я хочу продолжить один момент, который Джабим Малим затронул. Мы сегодня о том, что будет, если в случае подписания, что будет дальше. Ну, если подпишем. То есть это, опять же, не финал этого процесса. Я вначале говорила о том, что Армения пытается привлечь посредников в этот процесс, в чем Азербайджан сейчас выступает против. То есть сегодня посредник, завтра он будет гарантом этой ситуации. Завтра он будет обеспечивать, так скажем, исполнение сторонами тех обязательств и искать виноватых в какой-то ситуации, искать правдивых в какой-то ситуации. То есть своего рода хозяин положения будет. Мы не заинтересованы в том, что между Азербайджаном и Арменией кто-то управлял ситуацией, кто-то указывал нам, что правильно, а что неправильно. Поэтому азербайджанская сторона настаивает на том, что это был двусторонний формат, и две стороны пришли к общему соглашению. И дальше мы уже сами будем разбираться. Может быть, будет детальная работа, достаточно долгая по каким-то различным вопросам, но это будет наша работа, и никто в это вмешиваться не должен. Опять же, сегодняшний посредник, завтрашний гарант, он будет своего рода страховкой для армянской стороны. То есть фактически один на один они боятся с нами остаться. И вопрос в том, кто будет посредником. Мы, опять же, говорили о том, что Армения это никогда не была независимой страной. И также, скажем, может быть, это не совсем красиво будет звучать, но Армения, в принципе, как страна, не представляет особой значимости для, по крайней мере, своих покровителей. Она всегда служила инструментом для исполнения своих определенных целей. В то время как Азербайджан со своей независимой политикой, никогда не, так скажем, подчиняясь каким-то процессам, никогда не подчиняясь никаким, так скажем, веяниям и указаниям извне, мы за эти годы независимости показали себя как достаточно достойный и надежный партнер, будь то Запад, будь то Восток, то есть для всех наших партнеров. И я думаю, что Азербайджан, именно будучи страной-победителем, будучи одной из ведущих стран этого региона, она сегодня намного более важна той самой Европе, для Соединенных Штатов Армении, нежели Армении, которая используется всегда в качестве инструмента для исполнения каких-то определенных целей. Понятно. Я бы хотел... Я к дополнению, то, что рассказал Васильевич. Ну, они таких этих ложных информаций не первый раз так распространяют. Было, значит, бесконечное количество таких ложных информаций, они распространяли. Вот возьмите даже, ну, самые страшные кадры Хозеринского геноцида, они взяли за рубежом, значит, представили, что, вот, посмотрите, как азербайджанцы уничтожили наших детей. Хотя это было, значит, Ходжалы, и они совершили это преступление. Так что ничего удивительного, что Министерство обороны Армении распространяли такие слухи, что это обычное дело для них. МИД Армении тоже, они, в этом смысле, продолжили эту линию. Они вот именно то, что вот Сенич Хам сказал, они выступают с обвинением, говорят, что Азербайджан якобы срывает переговорный процесс, тупик и так далее. Я хотел бы, вот, Джайман, какую историку, у вас один момент все-таки узнать. Вот это Сенич Хам сказал, да, они боятся с нами говорить на один на один. И тут есть такой аргумент, в принципе, ну, они говорят, мы маленькая, ну, они маленькая не говорят, они говорят, слабые позиции и так далее и тому подобное. И это то, что в истории Армении в обозримом будущем не поменяется. Да, Армения самая маленькая страна региона и по демографии, и по всем параметрам. Искусственно созданная страна. Ну, давайте, да, я имею в виду, что вот с этой точки зрения, вот историческая практика какова, вот как эти маленькие страны, когда получается, что эти маленькие страны никогда со своими соседями один на один вообще ни о чем не договариваются. Я хочу выразить тебя признательность за такой вопрос. Дело в том, что, значит, Армения сама на территории Южного Кавказа была создана искусственно. Историю к созданию этой страны нам прекрасно известно. Дело в том, что они даже, мы, то, что, значит, начали сервить этот вопрос, даже самые тогдашние руководители армян, не Армения, армян, они не хотели, чтобы она была создана на территории Южного Кавказа, именно на исторических землях Азербайджана. Они претендовали территории современной нашей Турции, братской страны. Там американцы им обещали, что вот восемь властей, да, и в этих вопросах у них даже руководство было очень большое разногласие. И в течение всего этого периода она постоянно, значит, в начале со стороны, в 18-20-м году она получала, значит, помощь, значит, у англичан, у американцев и у французов. Даже немцы тайно помогали им, я, это тоже вопрос мы знаем. А дальше, в советский период, посмотрите, постоянно эта республика, она жила на дотации. И никаких, допустим, как Сенечка нам заметила, если сравнить Азербайджан с Арменией, это огромная разница. Азербайджан сейчас вот, период независимости, посмотрите, какую цену представляет для всего мира. У Армении этого нет. И вряд ли появится, вот в чем проблематика. Я думаю, что, знаете, не думаю, что они пойдут, вот поймут эту важность того региона, который им принадлежит. Дело в том, что, ну, надо, история любит, мне кажется, правду. Хотя она очень горькая, но правда, что, значит, если пройдут все, допустим, международные транзитные пути через территорию этой страны, она может как-то прийти в себя. Но они этого тоже не понимают. Об этом будем говорить. Да, и я думаю, что, точка зрения, если подойти к этому вопросу, истории, ну, покажите мне хотя бы один пример, чтобы они предложенному, допустим, какому-то проекту подошли как-то вот... Конструктивно. Да, да, рационально. Этого нет. Нет. Когда мы... Ну, самый яркий пример, дорогой мой, тот пять принципов, которые победившая страна предлагает, значит, проигравшей стране. Ни одна страна не поступила бы так, как поступает Азербайджан. Посмотрите, какая гуманность. Хотя поставила бы вопрос, все, вы совершили преступление, за это будете отвечать. Но, опять-таки, мы продемонстрировали свою вот эту, значит, гуманность. Это, знаете, имеет очень важное, огромное и международное значение. Ну, вот победившая страна предлагает, а они отказываются. На кого надеетесь, а? На Францию? Нет, не получится. На американцев? Тоже не получится. Я это прекрасно знаю. Дело в том, что сейчас не та страна, которую, допустим, вы думали, что 90-е годы, это Азербайджан не та страна. Это страна, которая в международной арене с этой страной считается. Это надо учесть. И, другая сторона, то, что вы армяне, и вас, допустим, весь христианский мир защищает, это и не означает, что мы будем, как сказать, соглашаться с теми позициями, которые эти страны... Да, вот это ключевой момент. Вот то, что вы сказали по поводу некого рационального зерна в армянской позиции. Ну, мы, в принципе, в эфире неоднократно, но если было бы хоть какое-то рациональное поведение со стороны нынешней Армении, Второй Карабахской войны могло и не быть. То есть, в принципе, перевес был понятен, об этом они и сами говорили. Сначала есть такой еще момент, касающийся армянского парламента. Дело в том, что сегодня это произошло, законопроект, предусматривающий криминализацию любых действий от имени Республики Армении, признающий Карабах частью другого государства, был обсужден в понедельник на заседании постоянной комиссии по государственному правовым вопросам парламента Армении. В итоге законопроект был отклонен парламентским большинством с примечанием о том, что позиция депутата считает, что голосование было проведено с нарушением регламента. Вот эта новость, к ней надо относиться как? С акцент делать на то, что законопроект все-таки был отклонен? Или акцент делать на то, чтобы вообще-то в соседнем государстве, в соседней стране, в парламенте, в принципе, можно обсуждать вот такого рода вещи? То есть, я представляю, что будет, если в парламенте Азербайджана будут обсуждать о принадлежности какой-то территории Армении, о том присоединении ее к Азербайджану. Мы же знаем, какая будет реакция. А здесь, да, законопроект отклонен, но они на полном серьезе обсуждают это. И есть такой момент. Они отклонили ее, знаете, делая отсылки на какие-то юридические моменты. Технические. Да, технические. А не на то, что вообще-то неадекватно, когда ты в своем парламенте обсуждаешь территорию соседнего государства. И вот как бы, ну, имеется в виду в данном случае, вот мы возвращаемся к этому армянскому слову миацуб, да, о присоединении ее к Армении. То есть, вот это с каким акцентом на это делать? Что законопроект все-таки отклонен или вообще-то акцент на то, что они это обсуждают в своем парламенте? Ну, получается так, что они отойти от своих вот этих идей все еще не могут. Вот, да, вот, наверное, камень преткновения в этом и заключается, что до сих пор для них это нормально обсуждать в Карабах, в своем парламенте. Ну, и вопрос в том, что даже признать тот факт, что этот законопроект не проходит, что он и неуместен, что он вообще... Да, все, что технические. Да, вот они ссылаются теперь на техническую сторону. С всех сторон это нонсенс практически. Да, это нонсенс, но они не могут же сказать, что это нонсенс. Они до конца бьются, до конца пытаются сохранить свое лицо, до конца играют эту игру, да. Плохо играют. Опять же, это очень плохой театр. Но все равно, вот, как бы, пытаются сохранить лицо, да, фактически. То есть, в основном, чтобы в Азербайджанском парламенте начать обсуждать Мегри, Кафан, Сесьян, вот это, как бы, вот, приходят... Ну, адекватные, да, люди по сравнению с ними. Хотя мы имеем полное право обсуждать этот вопрос. Почему? Потому что передачи этих территорий в 20-е годы были переданы армянам без согласия азербайджанского народа. Возуметь, там согласия не быть не могло. Мы имеем право обсуждать, но они-то на это не имеют права. Понимаете, есть, как бы, основополагающий закон, закон легитимности. То, что принято в Европе. Эти земли принадлежали азербайджанскому народу. Вот я хочу привести один пример. Когда принимали решение о передаче, то есть, об уступке Иривана и вокруг нее землю, а кто принимал решение? Мусульманский национальный совет Азербайджана. Значит, право на собственность эту землю принадлежало азербайджанскому народу, верно? А у них же этого нет. Этого документа, то есть, этого права у них нет. Поэтому мы имеем право обсуждать. Но они это... Мы этого не делаем по-любому. Да, я отхожу с нулевой точки, что вот как бы это ненормально. Я абсолютно согласна, что это абсурдная ситуация. Но факт того, что этот законопроект отклонен, пускай по техническим причинам, уже говорит о том, что есть кто-то, кто понимает, насколько это неадекватное вообще обсуждение для парламента Армении. И я не могу утверждать, что будет дальше. Но предполагаю, что, наверное, по каким-то еще-либо причинам, нехватке голосов и так далее, этот вопрос не будет выноситься. Было бы, ну, слово честность не совсем подходит, но было бы нормально, если бы кто-то вот из этой правильности сказал, что вообще-то мы делаем что-то не так. Да, это территория соседей. А тут то, что они идут в технические моменты, вот как бы попытка сыграть и на руку своим местным вот этим реваншистам. Ну, это, безусловно, рассчитано на местную аудиторию, в первую очередь, поскольку якобы они не отстают от своих амбиций, якобы они все еще этими идеями живут. И опять же, пытаются сохранить лицо для тех, кто их осуждает, для тех, кто осуждает то, что правящая элита идет на переговорный процесс с Азербайджаном. То есть, опять, своего рода и внутренняя игра идет и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю аудиторию. То есть, это, по-моему, для армянского эстаближного. Опять же, есть темы, на которые это не должно быть предметом внутриполитического каких-то. То есть, это в каждой стране есть элементы внутриполитического. Ну, вот это не совсем правильную тему, да, они выбрали? Да, вот какие-то социальные пособия выберите какие-нибудь. Болезнь, знаете, ты как вот смотришь, думаешь, боже мой, это, наверное, неизлечимая болезнь. Они на чужое претендуют как на свое, понимаете? Ни один другой народ так не поступает, понимаете? Поэтому, то, что они приняли такое решение, здесь ничего нет. Решения нет, они обсудили его как ни странно. Решение по поводу... Да, я уверен, что это будет преподноситься как некое одолжение. Вот видите, пришли те, которые хотели, а мы сказали, как будто это нормально. Гуманные, миролюбивые. Да. Вот вы сказали, Сенечка, пытаются сохранить лицо, но, получается, есть такие, которые даже не пытаются сохранить лицо. Это политика Франции на Южном Кавказе. Стало известно о том, что французская сторона начала рассматривать вопрос, точнее, Сенат рекомендует официальному Парижу рассмотреть вопрос о поставках. Они уже поставляют вооружение, но имеется в виду о поставках самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Это уже наступательное вооружение. Я все-таки хотел бы узнать в этой ситуации, иногда звучит такое, что Макрон последний месяц-два, кажется, он меньше начал на эту тему говорить по поводу Южного Кавказа и так далее. Но оружие поставляется. Да, вооружение поставляется. Более того, планка поднимается, потому что вот эти артиллерийские установки – это уже наступательное вооружение. Никто не сможет сказать, что, вы знаете, мы какое-то такое нелетальное оружие поставляем. Но рассматривание, решения нет. Но чего пытается добиться Франция? Вообще, может ли оно уже пойти и на это? Или мы уже все от них ждем? Ну, опять же, то, что риторика изменилась или приутихла, я думаю, что на это мы не должны никакие надежды возлагать. В принципе, Франция в лице Макрона проявила себя и не с самой лучшей стороны на протяжении особенно последних нескольких лет. То, что сейчас происходит вот это, так скажем, сотрудничество в области вооружения между Францией и Арменией, еще раз говорит о том, что те силы, те страны, которые Армения видит в качестве посредника, на самом деле никак не заинтересованы в мирном соглашении, в мирном урегулировании этого процесса. А наоборот, делают все попытки и всячески стараются добиться эскалации ситуации. Поскольку для чего нужно вооружение Армении? Мы об этом, наверное, не раз с вами говорили. И об этом вообще говорилось. То есть, на Армении есть какая-то угроза оккупации, есть угроза территориальной целостности Армении, что она должна от кого-то защищаться. Этого нет. И я думаю, что Азербайджан достаточно четко показал это в своих и намерениях, и в своих действиях, то, что мы освобождали свою территорию. У нас нет никаких территориальных претензий к Армении или какой-либо другой стране. Поэтому с этой точки зрения Армении обороняться от Азербайджана нет необходимости. А что касается наступательных действий, то получается, что французская сторона как бы разжигает еще больший конфликт. То есть, страна, которая, опять же, долгие годы была сопредседателем Минской группы, якобы позиционировала себя. Понятно, что это осталось в истории, но все равно в памяти же осталось, что Франция была сопредседателем и была посредником в этом вопросе урегулирования этого конфликта. То мы сейчас понимаем, насколько это все было неискреннее, это все вообще не соответствовало действительности. И сегодня, опять же, Франция использует Армению, заманивая ее оружием, вооружением, для того, чтобы использовать своих целей в качестве инструмента, для того, чтобы иметь возможность присутствовать на Южном Кавказе. Но я не знаю, нет ли в Армении понимания, что их используют, нет ли желания понимать это, видеть это. Они, кажется, с удовольствием на это соглашают. Или же настолько привыкли всегда быть, опять же, игрушкой в чьих-то руках, что для них это нормально, будь то одна страна, будь то другая страна, неважно кто. Главное, чтобы была поддержка, главное, чтобы откуда-то капали финансы. Но, опять же, я думаю, что когда-нибудь же должно прийти понимание того, что их фактически используют, и никто сегодня об будущем Армении не думает. Я думаю, что, может быть, это немножко странно будет звучать, но сегодня Азербайджан, может быть, думает больше, беспокоится больше о будущем Армении, нежели та самая Франция, поскольку те условия, которые сегодня предлагает Азербайджан, открытие коммуникаций, открытие транспортных коридоров, вовлечение Армению в экономические проекты, которые, в принципе, мы планируем осуществлять в региональном масштабе. То есть, все это будет, естественно, как-то сказываться на благосостоянии Армении в будущем, в случае, если она пойдет на мир с Азербайджаном. Но я не думаю, что есть такое видение будущего Армении во Франции или в какой-либо другой стране. Есть определенные интересы французской стороны, есть способ осуществления этих интересов, а это осуществляется только посредством Армении. И, к сожалению, там этого не понимают. Там этого не понимают. Вот смотрите, опять же, что касается оружия, то, что... Я вот это хочу дополнить, да, вопрос. Вот даже с исторической точки зрения, ну, предположим, у них симпатии к Армении. Они будут как бы... Ну, не могут без Армении французы. Ну, с этим понятно. Ну, что-то эта симпатия по всему миру... Надо же, наверное, беречь, а вооружать ее и подстрекать к войне... Это вот как понять? Очень такой важный момент вы заметили. Ну, Франция, вот до Франции поставляла известная сторона и участь этих вооружений в этом парке трофеев. Понятно. Пускай и... Это уже история. Да, это уже история. И еще Индия присоединилась к тому, что поставляют оружие. Дальше что получится? Они хотят полностью... Наверное, не знаю, в Армении это понимать или нет, что если дело так пойдет, как говорил наш глубоко уважаемый президент, железный, как сказать, кулак, как сказать, уже давно готов. Поэтому я думаю, что они, значит, с этими своими действиями ведут к тому, чтобы Армения полностью, скажем, может исчезнуть с территории Южного Городства. Вот эта логика мне их непонятна. Понимаете? Они говорят, что переживают за Армению и делают все, чтобы в очередной... Ну, вот они элементарного момента не понимают, что она, Армения, находится между Азербайджаном и Турцией. Страны, которые... Братские страны, говорят, одна нация, два государства. Надо понять, что означают эти слова. Поэтому то, что они делают, это ничему хорошему не приведет. И поэтому те страны, которые поставляют им оружие, там и другие страны, что за оружие? И тем более, если... Нет, вот этот момент я хочу очень... Я в эфире даже это неоднократно. Вопрос не в том, что это оружие меняет всю ситуацию. Мы просто, опять же, знаем безответственность армянских политиков. Ну, верно. Перевес в военном плане был на нашей стране уже последние десятилетия. Пошли они на урегулирование конфликтов? Нет. То есть с этой точки зрения много это оружия, мало, поменять непонятно, но оно их вдохновляет. Ну, я знаю, все эти действия Армении, армянского руководства приведет к тому, что, еще раз говорю, вот даже сами среди армян есть более-менее, значит, скажем так, люди, которые рационально думают, что приведет к концу армии вообще, в целом, если так продолжится. А зачем вам вооружаться-то? Вы же видели, что вы получили во время 44-х дневной войны. за, значит, до того, как осталось там два дня, они ушли из более 70, значит, населенных пунктов, они просто оставили и ушли, потому что они могли бы, видели, что, значит, на них идет такая военная сила, что перед ними стоять просто невозможно. И, зная это, несмотря на все эти факты, ну, опять-таки, идут на согласие, то, что давайте будем покупать оружие из Франции или из других стран. Нет логики, понимаете? Нет логики. Очень сложно. Сейчан, последние несколько недель армянская сторона, ну, пиарит к месту, не к месту, говорит о неком перекрестке мира. Если очень коротко, то им кажется, что вот, несмотря ни на что, Армения в какой-то момент сможет стать некой географией, где пересекаются все региональные транспортные, вся региональная транспортная инфраструктура, и все перевозить, все будут через Армению. Ну, в Азербайджане есть скепсис по этому поводу, потому что 30 лет надо было думать, они этого не делали. И все, что надо, уже построили. Ну, как говорится, мечтать не вредно, да? Но, как вы считаете, вот такого рода идеи армянской страны, они все-таки говорят скорее о нацеленности на мир и желание получить какой-то кусок пирога от вот этих региональных проектов, или же они пытаются завышать цену своему положительному, возможному положительному ответу на мирный договор с Азербайджаном? Ну, во-первых, то, что страна-оккупант сейчас позиционирует себя как голубь мира, уже само по себе смехотворно, это раз. Во-вторых, мы с вами об этом, по-моему, говорили даже на предыдущих передачах, о том, что, ну, 30 лет мы об этом говорим, особенно последние три года мы об этом говорим, уже разложили по полочкам все варианты, возможности, какой мир вообще, каким может быть и как его осуществить, то есть нас не слышали, абсолютно никак на это не реагировали, а сейчас, видите, Армения сама придумала новый проект, новые, значит, условия, как это все возможно, как будто до этого никому это в голову не приходило. Это второй момент. Другой момент заключается в том, что я не думаю, что они пытаются оторвать какой-то кусок, слишком уж это, так скажем, далеко идущие планы были бы. Сегодня Армения, как и всегда, выполняет определенную роль, играет какую-то игру, и сегодня они позиционируют себя как, вот, так скажем, носители мира, как проповедники мира, то, что они вот сейчас инициируют такого рода проекты, такого рода, значит, перекресток мира, то, что они называют, и я думаю, что это, так скажем, попытка заручиться, поставить, так скажем, создать фундамент для того, чтобы сформировать имидж таких миролюбивых, миролюбивой стороны, якобы на фоне вот таких предложений Армении, Азербайджане соглашаются, вот еще мы, понимаете, военнослужащего раним и провокации различные совершаем, то есть, опять же, пытаются выглядеть совершенно в ином свете, и вот инициируя такого рода проекты, но на самом деле эти проекты и без них, эти инициативы без них уже были придуманы, и без них обсуждались, и ничего нового в этом нет. Здесь, опять же, вопрос в том, что возможно в случае подписания мирного соглашения, чтобы выглядеть, якобы мы давно хотели, мы давно к этому идем, и вовсе не Азербайджан нас к этому принудил, а мы сами такие миролюбивые, и сами вот это все инициировали, и еще могут быть, будут какие-то свои условия, свои какие-то идеи выставлять. То есть, я, опять же, думаю, что это скорее игра на имидж, игра на то, чтобы создать определенный такой мыльный пузырь, о том, что Армения миролюбивая страна, и в принципе инициатива мира исходит от них, а не от Азербайджана. Да, это удивительно, что они сейчас ко всем своим проектам, идеям прикрепляют слово мир, опять же, 30 лет, ну как бы все было на виду, при том, что, знаете, как вот эти традиционные отсылки к предыдущим правительствам Армении тоже неуместны, потому что войну-то спровоцировало именно это правительство. У нас буквально одна минута остается. Все-таки вот с точки зрения этих региональных проектов исторические шансы Армения все-таки упустила или что-то может быть маячит? Армения давно упустила этот шанс еще после того, как уже был конец Советской империи, когда они объявили своей независимости и другой стороны объявили себя наследницей Советской Армении, не Дашнакской Армении, а Советской Армении. Тоже очень интересный вопрос. И когда помните в 1998 году Азербайджан по инициативе нашего общенационального лидера Гидра Ильича Алиева было по восстановлению Шелковой Пути, международная конференция. Вот там была такая запись, что без согласия Азербайджана Армения в этих проектах не могут принять участие. Поэтому они обязаны, вынуждены ждать, какое решение примет Азербайджан. Понимаете? Здесь, на Южном Кавказе, слово принадлежит Азербайджану. То, что диктует Азербайджан, то, что желает Азербайджан, это должно, как сказать, выполняться. Поэтому то, что они какие-то проекты предлагают, это не новость для Южного Кавказа, вообще для этого региона. Поэтому я думаю, что позиция Азербайджана с каждым днем, с каждым часом усиливается. И то, что мы желаем, то, что, как сказать, в душе нашего народа, это исполнилось. И все будет нормально. Будем надеяться. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я на нашим зрителям все это время в студии наши вопросы отвечал девутат парламента Азербайджана Сенич Фаталеев. Сенич, вам большое спасибо. Кроме того, с нами был заведующий отделом Института Истории Национальной Академии Наук Азербайджана Джаби Вахраум. Джаби Вахрауму тоже большое спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканал ACBC была общественно-политическая передача. Актуальна сегодня. Я и ведущий с вами, Зая. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин